Мур, привет друг, это Зверько. Осталось всего три героя, которые не осыщены в гайдах. Это Лейла, Рафа и конечно Бальманд. С Бальмандом у нас давнее знакомство. Еще в третьем сезоне я играя на Бальманде взял Легу. Периодически мне помогал друг на Алисе. Привет Алекс. Тогда Бальманд мог оглушать, наносить достойный урон даже собранный в танка и имел дикий отхил. Но в какой-то момент вектор развития игры сменился и всем персонажам начали впихивать замедление в навыки, а многим и оглушение. Именно в этот момент Бальманд банально стал неиграбельным, поскольку не мог находиться рядом с противником и наносить урон вторым навыкам. А после у него постепенно отобрали оглушение, урон, исцеление и добивку ультой, завалив Бальманда на пару лет. Но в этом году часть утраченного вернули. Я не могу обещать, что ты будешь выносить всех после гайда, но играть он поможет. Давай быстро по навыкам. Пассивка, исцелялка после убийства миньонов и героев. Первый навык. Рывок вперед, который немного толкает противника и замедляет его. Универсальный навык используется для того, чтобы догнать, убежать, сбить прокаст, например ульты адеты или пересечь препятствия. Второй навык. Используется по кд. Это круговой урон. Кстати в нем срабатывают криты. Ульта. Вот до реворка она мне очень нравилась, потому что если у противника оставалось меньше 20% хп, она добивала его, а также черепаху и лорда, что позволяло весело стилить. Теперь же ульта срабатывает быстрее, но есть бонус с чистым уроном в зависимости от хп противника. Так себе подачка. Бальмонда можно собрать как в танка, так и в брузера. То есть немного урона и немного брони. Вот такой вариант и возьмем. Эмблемы. Я посоветую эмблемы танка с перком на защиту. А вот дополнительный навык зависит от твоего геймплея. Защита или перемещение. Но отдельно выделю вспышку, поскольку ульта не прерывается скачком. То есть можно нажать ульту и прыгнуть к противнику. Это поможет тебе в ганге или в добивании. Сборка. Сапоги воина. С полностью настаканной пассивкой дают 47 физической защиты. Словно полноценный предмет. Топор кровожадности. Да, ты поначалу не будешь замечать исцеление от него. Но оно есть и поможет оставаться на линии дольше. Ярость берсерка. Даст буст к урону второго навыка. Удар охотника. Либо клинок отчаяния. В первом случае будешь перемещаться быстрее, а во втором сильнее бить. Ну и что-нибудь универсальное на защиту. Например, щиты финны против магов. И кераса грубой силы, которая даст скорость передвижения. Переходим к самой сложной части гайда про Бальмонда. Тактика. Первое правило. Не бери Бальмонда, начиная с Эпика. Второе правило. Не умирай. Третье правило. Приноси максимум пользы. Подробнее на третьем. Бальмонд до поздней игры довольно бодро чистит волны крипов. Поэтому, оставленный на линии 1, он может неплохо пушить вторым навыком. Но как только ты заметишь, что 1-2 противника исчезли с радаров, то есть карты, быстро покидая опасную зону. У Бальмонда нет контроля. Микротолочок в расчет не берем. Он как моральная поддержка. Крутится рядом с врагом и последнему неприятно. ХП-то отлетают. В групповом бою оставляй первый навык для того, чтобы сбить чей-нибудь каст. Притом, навык можно применять прямо из вращения второго. И конечно, первым навыком можно догонять противника. Ульту используй только как добивание. Шарахать ей по фуловому противнику серьезная глупость. Кроме того, по мобам и лорду черепахе ульта наносит гораздо больше урона. Используй это, чтобы указать баф или лорда у противника. Если чувствуешь, что команде не хватает мяса, смело меняй сборку на танковую через пылающий шлем. Он и защиту даст, и урон во вращении поднимет. Соревноваться в уроне даже один на один я не рекомендую. Если противник не вывозит Бальмонда, значит он сильно просел по фарму. Но вот таких бить можно. Есть еще такая уловка против опытных игроков. Когда подходит ганг-банд с твоей команды, завязываешь осторожный бой. Враг, думая, ха, какой глупый Бальмонт, сейчас я сделаю килл, из жадности может забыть про карту и отойти от башни на достаточное расстояние, чтобы твоя банда с ним расправилась. Кстати, некоторые товарищи забывают, что второй навык отключается и тупо вращаются рядом с башней, вместо того, чтобы бить ее автоатакой. Подытожим. Первым навыком сбиваем касты или отступающих героев. Вторым надоедаем всем вокруг и ультой добиваем пораженцев. Такой геймплей. Надеюсь, гайд поможет тебе играть на любимом персонаже. Подписывайся на канал, ставь лапку, а в комментариях пиши отзывы. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok